Привет всем! Ну что ж, сегодня у нас еще один обзор, второй обзор на гигантский киндер из Германии, из розовых сюрпризов. 220 граммовый киндер сюрприз вышел по всей Европе, эта коллекция, в том числе и в России она вышла. И вот уже был у нас один обзор, и классные игрушки, просто отличные вообще в гигантских киндерах. Прям вот в прошлом году в этом очень хорошие игрушки попадаются. И вот захотелось посмотреть еще хотя бы одну, чтобы попалась в гигантских киндерах, поэтому взвешил, взвешил я яйца. Но очень сложно было прям угадать, в каком будет другая игрушка, поскольку не так, как в предыдущем обзоре, у нас сильное отличие в весе. Но вот, например, предыдущий у нас киндер был в первом обзоре 390 грамм, это 379, то есть 11 грамм. Вот я надеюсь, что все-таки здесь речь идет не о шоколаде. Итак, посмотрим. Коллекция очень популярного мультфильма, который все знают, и очень классные игрушки. Да, здесь у нас оба героя попадаются. Вообще 4 игрушки в коллекции. Ну вот та, которая попалась у нас была прям очень-очень классная. Итак, надеюсь, что все-таки сейчас попадется новая. Итак, пасхальная коллекция 2020, гигантские киндеры Маша и Медведь. Маша и Медведь. И да, новая Маша, класс. Ну что ж, повезло, повезло. И это другая игрушка, не та, которая у нас попадалась в первом обзоре. Ну что ж, очередная Маша и Медведь, гигантский киндер. Класс. И здесь на качелях она, да, супер. Всего 4 игрушки в коллекции, да. Ну вот они две похожи друг на друга, в принципе, да. Там мишки одинаковые, чуть по-другому сделаны. Ну вот, смотрим. Итак, видите, прям полноценная игрушка, да. И выглядит супер, просто супер. И вот эта коллекция, да, вышла в Европе. Вышла, да, вот по многих странах она уже, ну вот, повторюсь, что, например, немецкие киндеры стоят где-то в районе 8 евро, да. 8 евро за гигантский киндер, то есть где-то 550 рублей. И, конечно, за такую цену это просто очень классная игрушка, да. В России, конечно, они подороже будут, да, где-то за 1200, вот. Ну, выглядит очень классно. Даже, в принципе, и за 1000 выглядит очень-очень-очень неплохо. Смотрите, полноценная такая, достаточно тяжелая игрушка. Вот такой вот классный мишка у нас и Маша, да. Вот если первая Маша была немножко, мне не очень понравилось, как она и лицо у нее было нарисовано. Но вот это выглядит уже как будто получше. Так, и вот такая вот у нас Маша. Ну что ж, и она качается у нас на качеле, да. То есть прям вот в гигантском киндере всех положили. Не стал киндер делать только мишку, только Машу, а прям полноценно у нас здесь Маша и медведь. Так, здесь у нас как-то просто на таких вот цепляющихся элементах. Ну что ж, здорово, здорово, что получилось, что все-таки попалась нам другая игрушка. Так, как это только собирается, непонятно. Как-то, как-то это все должно у нас крепиться друг к другу. А, между друг другом зажимается. Все, понял. Вот так вот зажимается у нас качели. Ну что ж, не такое необычное решение. Такого еще не видел я у киндера. Да, и вот такие вот классные качельки. И вот здесь у нас сидит Маша, качается. Так, а, даже она у нас фиксируется прям, чтобы не упала. Ну что ж, все выглядит очень-очень классно. Да, мы тоже являемся поклонниками этого мультсериала. Да, и вот такая вот классная Маша и медведь гигантских пасхальных киндеров 2020 года. Ну что ж, здорово, что попала вторая игрушка. Да, в первом у нас был Мишка, который держит на руках Машу. Ну вот, посмотрели, как выглядит еще одна игрушка, да. Ну что ж, выглядит очень-очень здорово. На мой взгляд, киндер гигантские в этом году получились. Будем смотреть, что будет дальше. Собирать новые коллекции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если понравилась ли вам новая коллекция Маши и медведь гигантских пасхальных киндеров. Ну вот мне она понравилась. Прям такие большие, классные, тяжелые фигурки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И еще у нас будет много новых интересных обзоров. Всем спасибо. Пока-пока.